Культовому отечественному фильму вскоре стукнет 20 лет и это отличный повод вспомнить актеров, что сыграли главные роли и подарили народному фольклору множество новых афоризмов. Как они выглядят и чем занимаются спустя столько времени, сейчас мы и узнаем. Один, Петр Коршунков, Пуля, рядовой Гена Бабков, мужики, а где тут берут в морские котики? В стройбат у меня нет никакого настроения, с детства аллергия на бесплатный физический труд. Актер после своей культовой роли сыграл в нескольких продолжениях ДМБ, а также был постоянным актером нескольких московских театров. Всего на его счету около 30 ролей и их было бы больше, если бы ни один неприятный инцидент, произошедших в 2009 метрах году. Перспективного актера задерживают с поличным на сбыте наркотических веществ и приговаривают к двум годам условно. Театральная карьера пошла под откос, но он периодически появляется в сериалах, играя второстепенные роли. 2. Станислав Дужников, Бомба, рядовой Толя Пистемеев, а ты, Федя, будешь Бомба. Потому что вспыльчивый, актер плодотворно трудится в кино с 1995 года, но стал известен благодаря роли крепкого деревенского парня по прозвищу Бомба. Дружников также сыграл в нескольких продолжениях, а после удачно попал в сериал Каменское. На сегодняшний день активно снимается в ситкоме «Воронины», а также имеет на своем счету множество разноплановых ролей, в том числе и в довольно крупных проектах. 3. Михаил Петровский, Штык, рядовой Владислав Каширский, Военный, а нам оружие дадут. Карьера киноактера закончилась довольно давно, но он быстро переквалифицировался в журналиста. Со временем стал главным редактором автомобильного интернет-портала Drive.ru, а также ведущим популярного авто-шоу Top Gear. Русская версия, на сегодняшний момент ведет блоги и работает журналистом. 4. Сергей Арцебашев, Дикий прапор, прапорщик Николай Казаков, Товарищи-призывники, надо понимать всю глубину наших глубин. Народный артист РФ и кавалер Ордена Почета сыграл более 30 ролей в кино и профессионально занимался озвучкой. Помимо карьеры актера, Арцебашев состоялся как театральных режиссер, множество лет был худруком театра имени Маяковского. Скончался в июне 2015 года от онкологического заболевания. 5. Роман Качанов, Каптер Гера Либерман, Видишь, Суслика. Роль умудренного опытом военного, бывалого Каптера Геру сыграл сам режиссер-постановщик Качанов. После оглушительного успеха своей статистической комедии он не стал принимать участие в продолжениях, а начал развивать свои идеи в других проектах. Он получил признание в качестве режиссера таких фильмов, как «Даунхаус», «Арье» и «Гена Бетон». На сегодняшний день до сих пор трудится в качестве режиссера и актера. 6. Иван Ахлобыстин, особист контрразведчика ААА «Плохие у вас дела», «Товарищ призывник». Роль хитрого особиста исполнил сценарист фильма ДМБ Ахлобыстин. По словам актера, в сценарий он вложил собственные воспоминания о службе в ракетных войсках. Ахлобыстин так же как и Качанов не стал принимать участие в продолжениях. После успеха ДМБ актер сыграл ряд ролей в крупных фильмах и сериалах, а также успел послужить священником в РПЦ, побыть креативным директором компании Евросеть и, разумеется, сняться в главной роли в нашумевшем ситкоме «Интерны». Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!